Полина приоткрыла округлившийся в притворном ужасе рот. И что мне грозит за сокрытие улик? Нормально, под лестницей развлекаются шестиклассники. Только обещайте ничего не читать. А может еще в наручничке? Ой, там и на продленочке. Чпойник. Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстер, и добро пожаловать в новое видео прохождение нашего любимого цветного зайчика. В прошлом ролике мы с вами остановились вот на этом самом моменте. К нам вдруг внезапно подлетела какая-то записочка от непонятного анонима. Но я думаю, что сегодня мы с вами разберемся с этим и, возможно, станем свидетелями еще очень крутых событий. Я хочу напомнить, что для того, чтобы поддержать мой канал и, в частности, данный видосик, нужно всего два простых действия. Обязательно влипи большой палец вверх и также напиши комментарий. Мне будет очень приятно, и данные действия помогут развитию. Огромное тебе за это спасибо. Вот, ну а мы, соответственно, продолжаем. Я взял листок и осторожно вдохнул льющийся аромат. Ежевика, жду тебя в тупичке у раздевалки. Приходи один. Внутри красивым почерком было выведено. Жду тебя в тупичке у раздевалки. Приходи один. Так, ну если сердечки, если это все такое, сразу хорошо, что ни гопники, ни пацаны, скорее всего, это Полина. Тем более, что и ежевика все сходится. Опьяненный призывом я тут же сорвался с места. То и дело, оглядываясь, не увязался ли кто за мной. А то вдруг подстала, прикинь. Сейчас вот эти вот дурачки, которые спрашивают нашу ориентацию, бац, подсунули записку. Наживца решили взять. Мы с тобой, короче, туда приходим, они, бац, вдвоем такие стоят. Ну что, Антошка, снимай штаны. А мысль, что это была очередная ловушка, вот именно, подстроенная Ромкой и Пяшей, хоть и изудила в моем возбужденном сознании, все же быстро оставила в покое. Кто там топает? Им бы не хватило смекалки так мастерски подделать записку Полины. Задумавшись, я не заметил, что уже почти бегу, заскакивая за поворот. И тут же наткнулся на кого-то в темном закутке. Молодец. Здрасте. Как диковинная птица, полетела к моим ногам зеленая тетрадка. Так что написано, тетрадь Поли... что? Тетрадь только для друзей Полина Морозова. А, это такой личный дневничок. Полина преувеличенно возмутилась. Петров! Да ты совсем зрение потерял. Так, музяки не хватает, немножечко секунду. Я перед записью решил пошаманить, потому что некоторая музыка слишком громкая, и некоторая слишком тихая. Особенно с собой, помнишь, когда в предыдущей серии прилетела? Мы с тобой еще офигели-то. Или в позапрошлой. Блин, капец, время летит. Просто не могу. Окей, зрение потерял, ничего мы не теряли. Как бы, нужно понимать, да, что если вот угол, ты прям сразу за ним стоишь, то человек, который выходит, может в тебя врезаться. Соответственно, нужно немножко дистанцию держать. Для того, чтобы все безопасно было, и никто в тебя не врезался. Я поправил очки. Собственная близорукость словно бы перестала смущать. Наклонился и подобрал тетрадку. Прости, я так торопился. Ты меня ждала? Что случилось? Глян, ну не хмурься, ты что? Сама позвала, а сейчас теперь это? Полина внимательно меня осмотрела и пощелкала языком. Ну и сори, что уж, врезался? Нормально. А знаешь, на что ты похож, Антоша? На что? Надеюсь, не на то, что постоянно спрашивают у нас эти пацаны. На блюзовую импровизацию. Ой, нифига сравнение, слушай, хорошее, да. Блюзовая импровизация. Это что-то такое музыкальное, такое, знаешь, искусное для настоящих ценителей, естественно. Это прям вылитый я. Я заморгал озадаченно. Это как? Еще объяснит. Для меня все люди с чем-то ассоциируются. Угу. И для меня? Но не с музыкой же. Так, в смысле, дурачок, она на скрипке играет? Она скрипачка, она музыкантка. Музыкантка, музыкант, все вот эти феминитивы. Вот. Вот как раз с музыкой. Угу. Бывают люди гитарные соло. Или барабанный бой. Или военный марш, как наша Лилия Павловна. Слушай, ну гитарное соло, мне кажется, это Семен. Прям вылитый. Ты такой задумчивый, таинственный. Иногда немного печальный. Ну, конечно. Ты точно блюз. Угу. А почему импровизация? А потому что никогда не знаешь, что от тебя ждать. А это когда слушатель не догадывается, куда свернет мелодия. Какой темп возьмет. Угу. Конечно, не все сказанное Полиной дошло до меня. Но я не мог оторваться от ее улыбки, легкой, как дуновение майского ветерка. И от глаз, голубых и глубоких. Чтобы распознать в тебе музыку, нужен опыт и вкус. Это не какая-то там эстрада. Да, вот это все попса, знаешь, там под плюс выступают артисты. Не, это фигня. Это настоящая музыка. Как бы ноты, вот это все, композиторы там сидели веками, все сочиняли. Вот это примерно про Антона. Я, наверное, вообще не знаю, что такое этот блюз. Бля, я только сейчас раскусил музяку на фоне. Она прям обалденная. Так, знаешь, до этого как будто бы она уже начинала играть, но до середины никогда не доходило, потому что не было такой сцены. А вот сейчас прям такое... Вообще хорошее. Полина охнула, нахмурилась, отчего стало еще красивее. Не произноси при мне такие слова. Я тебе обязательно дам кассету. Раньше мне дедушка из города столько музыки привозил. И джаз, и свинг, и классику. Ой, нормально. Это он подметил, что у меня склад ума, как у музыканта. Дедушка молодец. Я еще совсем маленькой пыталась на бумаге записать звуки природы. Пене дождя, леса. Я пытался маленький записать не звуки природы, а этого, крэзи фрога, который по телевизору крутился. И я так кайфовался этой мелодии. А потом выяснилось, что оказывается, наступил век современных технологий. Все это можно загуглить. И все мои записи на диктофон, который там пердел, свистел, максимально плохого качества был, они стали просто никому не нужны. Печально. Эх, мне бы твои уши. А мне бы твои глаза. Я напрягся. Тревожность, что она потрунивает. Но Полина качнула головой. А, ну да, он же типа плохо видит в очках. Да-да, я серьезно. У тебя глаза художника. Смотришь на вещи и фиксируешь их. Я так не умею. Ну, либо фотограф. Фотограф тоже, знаешь, такой чик-чик и все. И как бы фотография на века запечатлилась. Ля, идет такая вся, нафуфырилась. Мимо прошагала Катя со своим фирменным морозным взглядом. Ну, мороза вот у нас Полина. Катя, она такая, знаешь. Больше не морозный взгляд, а какой-то токсично неприятный. Мы нырнули в тень, стараясь его избежать. Теперь понимаешь, почему мы тут прячемся? Вот из-за таких, как она. Согласен. А Катька, какая мелодия? Она, мне кажется, дабстеп. Полина хитро улыбнулась. Скрип несмазанных дверных нитей. Нормально, я тут вот сейчас скажу, скри-ликс. И будет такой бэнг-рэк-бэп. Пум-пам-пам-пам. Ну, ты понял. Знаешь, такой мерзкий дискар. Да-да-да-да. Ну, это то же самое дабстеп, да. Я захихикал, прикрыв рот. Сейчас она доспалит. Ой, звездец будет. Катя, конечно, не слышала нашего перешептывания, но вдруг неодобрительно покосилась через плечо. А потом лишь хмыкнула и ушла в освояси. Все, давай, вали. Нам и без тебя очень хорошо. Я же вспомнил про тетрадь, которую так и сжимал в руке. Повертел ее. Вместо названия предмета на обложке были выведены имя и фамилия хозяйки. И слова только для друзей. Любопытные Варваре кое-что оторвали. Так, в смысле, ты сама у меня ее как бы не отнимаешь. Такая, я держу, все нормально. Прости, это анкета? Заполнил когда-нибудь? Анкета? Я соврал, что да. На деле же одноклассницы из моей старой школы никогда не просили меня заполнить анкету. Это было довольно обидно. Ля, я понял, что это за дичь. Я реально... Когда это было? Охренеть! Короче, в классе в третьем у нас девочка действительно принесла нечто похожее. И там, короче, была, типа, целая такая... Целый журнал, в котором нужно было сделать... Типа, там было место для фотографий, место для подписи, место для любимой музыки, фильмов, животных и так далее. Короче, прям вот все можно было заполнить. И в конечном итоге тоже она мне, соответственно, попала в руки. Я чуть-чуть начал ее заполнять, потом мне стало лень, скучно. Я ушел из школы, и больше она не приносила... Ну, в смысле, как бы уроки закончились. Я такой, ну все, пока, давай, удачи. Вот. И, соответственно, больше она эту тетрадь не приносила. Хотя, возможно, если сейчас она где-то ее хранит, открыть, и там спустя много-много лет, это будет очень интересно и любопытно почитать. Развлечение, конечно, девчачье. Просто список стандартных вопросов про любимых актеров и любимые цвета. Но доверить кому-то такую тетрадку считалось показателем дружбы. Ну, логичная тетрадка для... Тетрадка... Тетрадка то для друзей. Вот. Именно это я и хотел сказать. И иногда чего-то большего, о чем раньше я имел смутные представления. Хочешь, заполни мое? Давай. Но только за себя. Сердце участило свой бег. Хочу, спасибо. Ну, конечно, мы же друзья. Полина хитро хихикнула. А хотя... Там же столько секретов. Ну, ничего, мне можно довериться, не переживай. Наверное, лучше тебе и не знать, о чем мы, девочки, думаем. Не-не-не-не, я хочу знать все. Она потянулась к тетрадке, играя со мной. Я перебросил находку в другую руку. Полина попыталась пресечь мой маневр. Ее волосы на миг коснулись моего лица. Шелковистая прядь защекотала нос. Ля привьюшка. Нормально. Я ощутил запах, и весь мир стал этим ароматом. Душистым, манящим, живым. Запомнить бы его. Украсть. Голова пошла кругом, но я собрался и сказал, подражая интонациям лейтенанта Тихонова. Ваша анкета является важнейшей уликой, и я вынужден временно изъять ее для изучения. Ля какие-то рливухи пошли. Полина приоткрыла округлившийся в притворном ужасе рот. И что мне грозит за сокрытие улик? Нормально под лестницей развлекаются шестиклассники. Следствие покажет. Вот именно. Сдаюсь, товарищ милиционер. А может еще в наручечке? Ой, там и на продленочку. Только обещайте ничего не читать. Да не, в смысле? Ну как не читать-то? Здесь содержатся секретные сведения. Ну так я милиционер, все, мне можно все доверить. Боюсь, что мне все-таки придется выяснить, не влюблен ли кто в гражданина Петрова. Ля, слушай, Антошка такой дурачок-дурачком, а фигачит-то нормально. Вот сейчас прям вообще. Уверена. Полина засмеялась и неожиданно притиснулась к моей груди. Вновь обдав ароматом волос и кожи, такой сливочный, почти прозрачный, с тоненькими ниточками вен под ней. Тоненькие ниточки вен. Охренеть. Он точно маньяк. Ее шепот был горячим, как расплавленное на сковородке масло. Тогда поклянитесь, что не станете разглашать информацию. Да конечно, даже какая-то статья есть, что типа все, что говорится, типа полиция, оно там и остается, огласке это никакой не передается. Ну, естественно. Честная милицейская. Вот именно. А теперь, Антоша, самое время поторопиться. Че, опять урок? Окей. Опа. На уроке я достал тетрадь. Анкета. Полистал, вчитываясь в чужие предпочтения. Рома Петифан, шестой В, Шефутинский. Это как раз любимый музыкант. А, смотри, тут кстати рука. По-моему, тоже что-то такое было. То ли рука, то ли отпечаток. Изрядно удивился, обнаружив кривоватый почерк Ромки. Но, кстати, самое интересное, что вот эта тетрадка, она как бы самодельная. То есть, просто любую тетрадку открываешь, делаешь там на первой страничке этот список вопросов, потом даешь, и люди, соответственно, пишут. А подруга моя одноклассница принесла прям специально подготовленную такую прохаванную тетрадь, в которой уже все эти вопросы были прям напечатаны. Были специальные места там для руки, для ноги, для еще каких-то мест. Вот, поэтому у нас был такой лакшери вариант этого всего. Изрядно удивился, обнаружив кривоватый почерк Ромки. Да, окей, читаем дальше. Шифутинский, 23 февраля. Это, наверное, любимый праздник. Больше всего он любит гулять. Мечта его купить Бумер. Любимый актер Сталлоне потом зачеркнул стал Шварценеггер. Не верь, не бойся, не проси. А Уф, как говорится. 3-15-8-7. Можно, кстати, набрать, позвонить. Утиные истории. Утки. У-у-у. Которые, как мы выяснили, оказывается, сказки. В моде такое было. Можешь посмотреть. Вот. И, соответственно, последний, одиннадцатый вопрос. Это любимый друг Бяша. Буквы вылезали за рамки клеточек, словно стеснялись своей бесформенности. Грозный Ромка нашел время заниматься такой ерундой. Я улыбнулся в кулак, узнав, что любимый мультфильм Ромы даже не черный плащ, а утиные истории. Ля, черный плащ тоже тема. Только свистни, он появится. Черный плащ. Где-то далеко учитель декламировал отрывки из рассказа Андреева Кусака. Мне было не до него. Ля. Страницу с ответами Полины украшали цветы и вырезки из журнала Cool Girl. Полина Морозова. Ни хрена себе у нее почерк, конечно. По сравнению с Пятифановым, это прям небо и земля. Шестой В. Франц Шуберт. Нифига. День рождения, любимый праздник. Она любит слушать. Ей хотелось бы увидеть мир. Роберт Шуман, это любимый актер. Потерять всех, кого люблю, боится. Три двадцать... Стоп. А можно зад вернуть? Там у Ромки вроде здесь бумер был написан, нет? Ничего не понимаю. Ромка хочет бумер, а Полина хочет потерять всех, кого любит? Че за дичь? Три двадцать четыре девяносто два, премьерские музыканты и дедушка. Любимый друг. Любимая музыка Шуберт. Лучший друг дедушка. Хобби не скрипка, как я предполагал, а куда более загадочное. Слушать. Неужели такой банальный процесс может быть увлечением? Я посмотрел через головы одноклассников на Полину. Она сосредоточенно записывала за учителем. Ага. Я пролистал тетрадь до чистой страницы и вооружился ручкой. Вот, смотрим. А чего ты боишься больше всего? Ля, что там у Ромки-то было написано? Я забыл. У него, скорее всего, бумер был в шестерке. А, подожди. А там, наверное, у него была вот эта цитата. Типа, не бойся, не плачь. Вот, ага. Все, понятно. Окей. Петров Антон, шестой В. Во, поехали, нормально. Я долго вспоминал любимого музыканта, пока на ум не пришла модная группа Кармен с крутыми танцорами в клипах. Ой, хорошо. Кармен, советская российская технопоп-группа начала и середины 90-х. Была основана Богданом Титамиром и Сергеем Лемохом. Запомнилась экстравагантными танцами и к музыкальной теме и музыкальной теме к мультфильму Капитан Пронин. Неплохо. Кармен, естественно. Любимый праздник это просто. Новый год, естественно. Хобби рисование. Мечта пускай будет посетить Диснейленд. Мой герой я не раздумывая начал по... остановился на первом слоге из двух. Вдруг тем, кто будет читать анкеты, мой выбор покажется смешным и глупым. Обмозговав, я решил, что далеко не все стоит доверять бумаге. Паук. Закончил я, сверху присобачил человек. Человек-паук? Почему бы и нет? Чего ты боишься больше всего? Я написал незамедлительно. Потерять дорогого мне человека. Твой номер телефона. Никакого секрета. 3-0-3-95. Это я помню, раньше был тренд у всех абсолютно ВКонтакте. Твой номер телефона был типа iPhone, Samsung, Motorola, просто такой бадум-ц. Каламбурчик, который реально заполонил просто все тренды. Но здесь у нас все по-честному. Любимый мультфильм. Естественно. Ты понимаешь, по линии мы пишем номер и она такая оп-оп и нам позвонит. А любимый мультфильм Трансформеры. Трансформеры? Капец, мы их даже ни разу с Олей не смотрели. Ну хотя с другой стороны она же как бы девочка и не очень интересно это будет смотреть. Лучший друг? Я замешкался, прикусив колпачок ручки. Лучший друг? Перечитал я анкетный вопрос. Такой легкий и такой важный. Ответом было имя сестры и я аккуратно вписал его в клеточки. Оля. Угу. Оля. Повторил я, выныривая из школы. В моей тетрадке красовался свежий рисунок дракончика, которого я сделал специально для моей любимой сестренки. В этом царстве мрака и обмана только ее поддержка вдохновляла меня продолжать творить и не терять веру в людей. Морозный бодрящий воздух обдал мои щеки румянцам. Солнце, похожее на целый яичный желток, ярко светило. Дорогу условно отлили серебром, снег искрился, преломляя солнечные лучи, и я, зажмурившись, улыбался ослепительной белизне. Плевать, что у меня больше нет настоящих друзей. У меня есть нечто большее. Тот, кто нуждается в моей защите. Тот, кто никогда не предаст и не обидит. Потому что семья это самое главное. Так всегда говорил мой папа и Вин Дизель, естественно. Слышь, хорош лыбу тянуть. Ну, надо же было все обломать. Ну, серьезно, ну, что ты вылупился-то? Улыбка скукожилась на задевеневших губах. Бяша топтался в центре двора, ботинки нетерпеливо елозили по льду. Я не тянул. Слышь, ты, попробовал обойти его, как же. Фортуна помахала ручкой, сгинув в ранних сумерках. Ни хренат деловой не приду я. Приду. Пейджер электронный приемник текстовых сообщений. Для того, чтобы отправить текст на пейджер, надо было набрать телефон оператора, сообщить номер или название абонента и протиктовать сообщение. Ля, технология. Глаз непроизвольно дернулся. Взмокла кожа. Идем. Тебе дельце есть. А если не пойду? Я почувствовал холодок за пазухой. Больно не понравилось мне слово дельце. За этим словом, произнесенным вот так через плевок, обычно скрывались разные темные штуки. Так говорили незнакомцы, звоня нам в старую квартиру по телефону. Батю, позови, дельце есть. Бяша обернулся. В облегающем капюшоне он был похож на космонавта. Облегающий капюшон, вопросы вот эти вот его интересные. Да, если бы он был бы звуком, то скорее всего пронзительным свистом, сигналом того, кто сторожит на шухере. На заднем дворе, как назло, никого не было. Ну слушай, есть кое-кто. Никого, кроме мрачного Ромки. Он стоял, широко раздвинув ноги. Правая рука была спрятана за спину. Сухие губы плотно сжаты. Глаза стреляют то в меня, то по сторонам. Привел, на. Молодец, на. Вижу. Да, нормально. Пацаны, работай. Ну, здорово, Антоша. Здорово, Ромочка. Что тебе нужно? Очередной махач. Да ты свою эту расческу убери. Он медленно извлек из-за спины узкое, хищно-блестящее лезвие. Нож, стальная бабочка смерти, летящая на стук сердца. Я инстинктивно отпрянул и врезался в Бяшу. Ромкина шестерка подтолкнула меня обратно. Ля, шестерка. Белка. А мы с Бяшей хотели узнать. Там он белка. Ты не держишь на нас обиду? Держу, пацаны. Я с вами не дружу. В этой, в этом летсплее я с вами не дружу. Отстаньте. Ромка принялся ковырять желтый ноготь с коварной усмешкой, устаившись на меня. Ну, там, в лесу. Мы были немного грубы с тобой. Ага, в жопу пошел. Сам понимаешь, такое у нас воспитание. Не понимаю, на. Над язык зубами держать, на. Да, до вас, городских, далеко. Ну, пацаны, вы так перебываетесь на ходу, я прям не могу. Вот примерно так. Возникло исключение. Так, если вот так мы сделаем. A reloading script. Это в прямом эфире все с тобой фигачим. Вот. Да, до вас, городских, далеко. Взяли и починили, значит, тупо хацкеры. Вот порой нас и заносят. Угу. Это ваши проблемы. Я кивнул, глядя на нож. Лезвие переливалось в закатном свете. И так же зло переливались зрачки Ромки. В жопу засунь себя. Он шагнул ко мне. Поводил ножом в сантиметре от куртки. Одно движение и сталь вспорит ткань. А если надавить глубже... Нам одна птичка напела. Ты опять возле Полины отирался? Да, мы встречаемся, она моя девушка. Страшно было так, что я не сразу понял, кто такая Полина. Мозг сбоил, колени тряслись. Вдруг позади Ромки неспешной походкой прошла наша староста. О, смотрю, мальчики, вы нашли общий язык. Хм, за мной должок, Катька. А, то есть это она падла, спалила Ромке то, что мы с Полиной стояли под лестницей. Хм, ну я запомню. Не благодари, Ромочка. Я всегда на страже настоящей любви. Вот в такие моменты то, что произошло в моде и то, что здесь произойдет тоже в будущем, небольшой такой спойлерец. Вот, но я ничего не сказал, по сути. А если ты не знаешь ни того, ни другого, то это и не спойлер. В такие моменты мне Катьку вообще не жалко. Ну типа она сама нарывается, понимаешь? Да, да, да. Да, да, да. Клянусь, я убью тебя. Так, я не слышал. Ты к Полине подходил или нет? Дайте мне выбор, я скажу, что подходил. Мы так болтали. Ой, на самом деле мы там и болтали, и обнимались, и в журнале вот это вот все я рисовал ей. Болтать будешь кишками, когда я тебе брюхо вскрою. Лезвие плашмя прошлось по моему рукаву вверх и достало до воротника. Ветер остужал лицо, но струйка пота стекла по виску. Вдруг в голове щелкнул рубильник, и все встало на свои места. Я вспомнил беглые взоры, которые Ромка посылал Полине. Вспомнил его каракули в анкете. И почему я не удосужился как следует изучить их? Я удосужился вместе с тобой. Еще раз замечу рядом с Полинкой, пеняй на себя. Шишкой не отделаешься. Че, нас завалишь, да, ну и в колонию поедешь. Че ты? Усек? Нет. Да. Да нет, ну в смысле? Пшел вон! Вероятно, я был так загипнотизирован ножом, что Роме пришлось повторить. Вон! Ля, какой агрессивный. Привюшка. Уехала превюшка. Фак. Так, ну ладно, ничего. Я говорю, он блефует. Такие вот все бесстрашные. Ретируя с площадки, я думал о холодном остро заточенном металле. А прикинь, мы в школу придем вот с такой бандуриной, просто с мечом. Харакири, как сделаем ему? И все, это свидание. И спрашивал себя, хватит ли мне духа нарушить данное ублюдком слово. Во рту стоял привкус гадкой воды, которой я запил лекарство. Все мысли занимало только Полина. И та угроза Ромки, если я вновь к ней приближусь. Да. Может, у меня сегодня книжку читала, там ребята учились в школе, прямо в детстве ходили в школу, и они в школу проходили. Вот. И у них был какой-то праздник, и они там поделки летели, и делали все своими руками. Делать сначала хендмейд родные материалы, материалы? И всякие там, потом все шишки, да, потом они все разбирали, и тренили на бумагу. Ну, естественно, это труд. Ой, здорово-то как. Ага. Ой, офигеть, ящики класс. Ну, естественно, они же молодцы. Офигеть. Ну, старые брюшки, которые уже никому не мешают. Ну, да, нафиг их вообще удержать себе. Ага. А, и брюшки потом используют для поделок. В общем, я сегодня книжку читала, там ребята учились в школе. Вообще нормально. Окей, зацикливалась у нас немножечко Оля. Я бродил по дому, будто пьяный, поддакивал сестре, толком не разбирая, о чем она говорит. Да, да. Оля же толдычила без перебоя, то и дело, вскидывая руки и смеясь, как вдруг так же резко смолкла и уставилась на меня до более знакомым колючим маминым взглядом. Такая Оля просто фейспалм. Меня буквально выдернуло из темницы разума, где клокочущие мысли, подобно гарпиям, обрушивались на мой искусственный мозг, не давая вернуться в реальность. Я уставился на сестру. Сейчас она была миниатюрной копией мамы. Конечно. Точнее тем, в кого она превратилась с момента переезда сюда. С ее грозной позой в виде заглавной буквы Ф и вздернутыми к потолку бровями. Поза в виде заглавной буквы Ф? Это типа вот так? Такая чисто Оля шкаф. Ты меня не слушал, так? В смысле? Я слушал. Ты читала книжку. Там ребята пришли в школу, начали делать поделки. Кто-то разбил старые игрушки. Девочка принесла из шкафа своего ящика, достала. Там были блестки. Их потом использовали других поделок. Все я слышал. Оля брызнула ядом в мою сторону, копируя мимику и интонации чуть ли не единственного человека, с кем проводила все свободное время. На мгновение мне показалось, что свет, излучаемый Олей все эти годы, стал слабее и опасно затрепыхался на ветру затянувшихся перемен. Еще немного и моя прекрасная принцесса станет драконом, который сторожил ее в своей башне. А это пугало сильнее подкрадывающихся ко мне ужасов из будущего. Оля, прости. Сори, сори, я просто немножко в своих мыслях. Ты же не сердишься, правда? Я просто задумался. Но я как Гай Юлий Цезарь, я хоть и задумался, я все слышал другим ухом-то. Взгляд заметался по комнате, как загнанный в ловушку зверь, перескакивая с одного предмета на другой, селясь найти хоть что-нибудь, что могло отвлечь Олю. А давай в приставку поиграем. Погнали. Оля нахохлилась, однако искорка интереса вспыхнула в ее изумрудных глазках. И ледяной осколок, занесенный снежной королевой, начал потихоньку оттаивать. А как же второй джойстик? Не работает же. Так мы нормально на одном будем играть по очереди. Все четко. А папе починить некогда. Ничего, ничего, с одним тоже нормальным. Можем из пистолета пострелять. Во, по очереди. Ковбоев или уток? Хочешь? Вообще идеально. Ты лучше меня играешь. Так, нет, в смысле, тут с утра до вечера тренируешься, я-то давненько не играл, уже рука забыла, сама понимаешь. Да ладно тебе. Пойди целый день тренировалась, пока меня дома не было. Оля прыснула со смеха. Ледяное сердце окончательно растаяло. А как ты догадался? А я прям тебя чувствую насквозь вижу. Я сейчас знаешь, какая меткая? Считай уже проиграл. Вот именно, поэтому погнали, ты меня сейчас быстренько сделаешь и будем спать. Не на того напала. Включай скорее. Окей, летс го. Собственно, на этом моменте я предлагаю закончить данный ролик и вернуться к прохождению зайчика нашего любимого цветного уже в следующем ролике. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему большой палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, включить все уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видосов и также подписывайтесь на все ссылочки из описания. Ну а с вами был Ваш Дагстер, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока. Эй, братан, подпишись на мой канал Ведь это так просто сделать Эй, братан, подпишись на мой канал Ну чё тебе стоит это, ну? Эй, братан, подпишись на мой канал Ну а также поставь свой палец вверх Эй, братан, подпишись на мой канал И огромное спасибо тебе за просмотр